Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу школу «Гид по генетическим методам исследования». В прошлый раз мы закончили на том, что рассмотрели принцип метода секвенирования нового поколения. И сегодня мы хотим поговорим, продолжить эту тему уже в рамках по преимуционно-генетическому тестированию, так как многие клиники работают по этой технологии, по ПГТ. Рассказать, что влияет на проведение и точность этого метода. И рассмотрим ПЦР-метод. Хотя нам кажется, что ПЦР-метод мы давно знаем, давно используем, но есть некоторые особенности, которые сегодня нам наши докладчики озвучат. И в конце мы попросим Вячеславу Вячеславу прочитать доклад про мозаицизм уже глазами всеми методами, которые мы рассматривали в нашей школе. Почему выбрали такой доклад в заключении? Ну, наверное, потому что мозаицизм один из самых таких феноменов, который до конца не изучен, он очень интересен и он достаточно широко применяется, встречается в нашей практике. И тогда мы начнем, как продолжение темы по секвенированию. Сейчас мы предложим Алсу Фаритовне Сафиддину рассказать про то, что же все-таки влияет на точность проведения именно секвенирования именно в ПГТА. Алсу Фаритовне, вам слово. Спасибо большое. В первую очередь я бы хотела, во-первых, поблагодарить Жанну Ивановну за организацию серии этих семинаров, потому что я надеюсь, что каждый найдет для себя что-то полезное. И у меня, в общем, сегодня довольно короткое сообщение, но, наверное, оно будет полезно даже не столько генетикам, сколько эмбриологам. Оно будет на освещении буквально одной единственной темы, которая связана с биопсией клеток эмбрионов для молекулярно-генетических исследований. Это то, что обычно называют тюбингом. И здесь у меня буквально будет небольшое сообщение с такой совершенно практической информацией. Связано оно с тем, что довольно часто обращаются люди с вопросом о том, что делать, если, например, закончились пробирки, если генетическая лаборатория не довезла пробирки. Либо если вы работаете с разными генетическими лабораториями и используете, можно ли использовать одни и те же пробирки для разных целей. Вот мне хотелось бы, чтобы было понимание того, что вот эта жидкость, которая находится в пробирке, она не должна нам никоим образом мешать для того, чтобы потом, соответственно, провести первый этап, который направлен на полногеномную амплификацию. На прошлой неделе уже про наборы, которые используются для полногеномной амплификации, нам немножко рассказали, когда говорили о различных методах, связанных с RACGH, коллегии из Томска. Но упомянув о наборах, естественно, они акцент делали немножко на другом моменте. А я здесь делаю акцент именно на том, что будет полезно именно эмбриологам. А связано это с тем, что вот эти два основных метода амплификации, они основаны на использовании немножко разных методов экстракции ДНК из клеток и немножко разных полимераз. И от этого зависит чувствительность к различным загрязнениям, которые попадают в пробирку. Ну, кто-то может сказать, откуда туда может попасть загрязнение, но на самом деле для таких малых объемов, и когда речь идет всего о пяти клетках, загрязнением является даже просто примеси буфера. Вот тот буфер, с которым мы обычно работаем, в котором делается промывка, это, как правило, однократный ПБС, и в него добавляется 1% ПВП. ПВП добавляется для того, чтобы снять вот это поверхностное натяжение, которое может привести к залипанию эмбриона, ну, биоптата к капилляру, это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы не было вот такого прыгивающего мениска внутри капилляра, чтобы мениск не подпрыгивал, соответственно, не убегал кусочек в неконтролируемом направлении. Поэтому буфер для промывки, это, как правило, однократный ПБС, ПВП, но, естественно, стерильный. А буфер для амплификации другой. И проблема в том, что, когда используется на первом этапе протеиназная обработка, здесь может происходить ингибирование активности, а протеиназа добавляется очень-очень мало, чтобы она потом не ингибировала полимеразу. Поэтому для эмбриолога важно знать, что в пробирку этого буфера нельзя вносить очень много. Его не должно быть больше, чем половина, то есть это где-то объем порядка 2,5 мкл максимума вы должны внести вот этого самого ПБСа в пробирку, потому что иначе, соответственно, качество лизиса будет ухудшаться. Но вот упомянутый на прошлой неделе набор реплиджи, например, не использует протеиназу в лизисе, там используется щелочной лизис. И поэтому, если, например, генетическая лаборатория работает набором реплиджи, то у них будет меньше чувствительность к избытку ПБС в пробирке. Это вот такой момент, на который хотелось бы обратить внимание. Еще один важный момент – это, собственно говоря, пробирки. Тоже вот приходится сталкиваться с тем, что задают вопросы, можно ли взять разные пробирки. К сожалению, это такой момент, который связан с тем, что форм-фактор пробирок бывает разной. И каждая лаборатория, как правило, покупает эти пробирки у какого-то поставщика, имеет определенного размера пробирки, связанного с наличием определенного прибора, на котором происходит амплификация. Это во-первых. А во-вторых, еще и с тем, кто поставляет эти пробирки. Они бывают низкий профиль, они бывают высокого профиля, они бывают немножко отличающиеся по размеру, по высоте. Причем это отличие может быть на полмиллиметра. Казалось бы, разницы нет, но сверху в приборе стоит горячая крышка. И горячая крышка должна плотно прилегать ко всем пробиркам. Если вы провели биопсию в нестандартную пробирку или не ту пробирку, в которой работает генетическая лаборатория, то есть риск, что амплификация не пройдет, просто потому что крышка не будет контактировать с горячей крышкой прибора. Ну и, соответственно, подводя итог моему такому короткому выступлению, я бы хотела сказать, что, конечно, нужно попросить генетическую лабораторию, чтобы у вас было достаточно пробирок для биопсии. Второй момент. Можно, конечно, делать биопсию в сухую пробирку и переносить биоптат в микрокапли, объемом не превышающим 2-2,5 микролитра, но это менее удобно. Удобнее, чтобы в пробирке был все-таки буфер, потому что перенос под буфер, то есть в каплю, перенос биопсированного материала в каплю предотвращает его потерю. То есть его удобнее проконтролировать глазами, чтобы в каплю перенесли свой кусочек. И в этом случае капля должна быть, соответственно, получена из генетической лаборатории. То есть это должен быть специальный буфер, как правило, это буфер на основе тресаж-хлор, это не ПБС. И вы сами, если не имеете, например, возможности приготовить такой буфер, вы должны обратиться своевременно в генетическую лабораторию, чтобы они вам предоставили необходимые пробирки. В случае, если такая аварийная ситуация, и вам нужно пробиопсировать, и пробирок не хватает, нужно точно уточнить пробирки, размер пробирок, поставщика пробирок, и в этом случае переносить в сухую пробирку, чтобы не внести слишком много ПБС. Вот, наверное, вот об этом мне хотелось сказать сегодня, потому что это важный момент для дальнейшей работы, для любого метода амплификации. Да, Алсуфоритовна, спасибо огромное. Я от тебя что хочу дополнить. Были такие ситуации, когда в лаборатории не было, к сожалению, пробирок для пустых, для биоптата, и нужно было срочно сделать биопсию. Это было там с летом, с поставками связано. Вот, и мы что придумали, крайняя ситуация была. Так как мы обычно поставляем в лабораторию пробирки с буфером, да, и там много буфера налито под каждую женщину, то мы просто, неприятно, но мы этот буфер просто вылили и оставили вот эти вот пробирки, столько штук, сколько нам нужно было для биопсии. Ну, это просто как выход, как аварийная ситуация, просто чтобы люди не терялись и могли это использовать в своей работе, если вдруг кто-то с такой ситуацией столкнется. Ну, сейчас, к сожалению, действительно ситуация такая, что иногда бывают какие-то задержки, и это просто такое время, да, поэтому, собственно, и возникла идея показать именно состав этих буферов, чтобы у людей не было представления, что это что-то, что они не могут себе позволить, или они не понимают. То есть если человек понимает, с чем он имеет дело, ему легче справиться и решить эту проблему, да. Да, еще у меня был один опыт в такой лаборатории, к сожалению, там взяли нового эмбриолога, он не разобрался, и он пробиопсировал пять образцов в пробирке, в которых был полный буфер, то есть не разолеплотил, а поместил туда клетки. Значит, из пяти образцов я смогла выдать результат анализ по двум образцам. То есть такая ситуация тоже у меня была. И по поводу, раз мы говорим пробирки, по поводу, как их подписывать, эти пробирки. Когда мы ставим пробирки в термоциклер и проводим ВГА, у нас, к сожалению, часть надписей может стираться. Если фамилия подписана пациентке вертикально, то иногда конец фамилии, он просто стирается. Это во-первых. Я с теми лабораториями, экоцентрами, с которыми я работаю, я прошу, чтобы они подписывали фамилию пациента по кругу под крышкой, потому что часть этой пробирки, она не входит в саму амплификатор, и фамилия остается полностью подписана первая. И второе. За счет того, что часть подписи стирается с пробирки, эта грязь от этого фломастера, от маркера, она остается внутри в термоциклере. И поэтому время от времени нам приходится термоциклер все-таки чистить от вот этой грязи. И эта грязь с чем нехорошо? Все-таки она препятствует, наверное, более хорошему, скажем, правильному контакту нашей пробирки с температурным режимом, который должен соблюдаться при нашей амплификации. Кажется, что такие мелочи на самом деле, они все влияют на проведение, на форму графиков, которые мы получаем и по которым мы выдаем результаты анализа. То есть работа лаборатории генетики, она процентов на 90 зависит от лаборатории ЭКО, от того, как правильно и хорошо сделана биопсия и доставлен материал. Елена Михайловна, можно поставить мою презентацию? Да, я сейчас ее поставлю. Единственное, я попрошу, уважаемые ведущие, не нажимайте на чужие презентации, потому что они открываются на экране и начинается перелистывание. Все, что вы делаете, сразу попадает на экран ко всем. Пока Елена Михайловна ставит мою презентацию, я хочу сказать по поводу вопросов. Вы вопросы пишите, присылайте в чат, мы на все вопросы будем уже отвечать в конце, когда выступят все докладчики. Все, Жанна Ивановна, я поставила вашу презентацию. Спасибо, Елена Михайловна. Мы продолжаем тему подводных камней. Наверное, самый большой айсберг, который спрятан над нас, это, конечно, и самое страшное, чего мы не любим, когда выдаем ответы, это мозаицизм. Мозаицизм эмбрионов, он может быть изолированный, а может быть одновременно вместе присутствует с какой-то аноуплоидеей. А вот, аноуплоидея и мозаицизм, и сегментарный мозаицизм может быть. А мозаичную форму могут иметь, мы все знаем, синдром Дауна, синдром Крайнфертера, Шершевского-Тернера и синдром Эдвардса. Причем этот мозаицизм, он может быть совлечением различных тканей самого эмбриона и клеток труфектодермы и внутренней массы. На сегодняшний день Алсу Фаридовна рассказала про то, как нужно правильно делать биопсию, и как бы тоже уже известны технические моменты, которые могут влиять на мозаицизм во время проведения самой биопсии. Это может быть связано с загрязнением сперматозоидов, если проводилось IVF, а не было сделано иксии. Может быть, контоминация клеток от предыдущего эмбриона. Также могут влиять факторы культуральной среды и, опять же, наверное, среды, которые нас биопсировало. И второй неприятный момент – это не сам мозаицизм, а вот такие шумные графики. По таким графикам всегда очень сложно вычислить, где у нас есть мозаицизм, где у нас есть деградированная ДНК. От того, насколько четкий график, настолько четко мы можем указать генетическую патологию и решить вопрос, переносить нам этот эмбрион, либо не переносить. Я в своих результатах анализа стала указывать, что если ДНК низкого качества, то обязательно в анализе указать. Для чего? Для того, чтобы клинический генетик, который будет консультировать такую пару, которую вывели мозаицизм, это учитывала при консультировании. Процент мозаицизма остается тоже вопросом открытым, потому что мы судим по графикам и судим по тому малому количеству клеток, которое было взято для биопсии. Но на самом деле наши графики, они не могут точно отражать этот процент в самом эмбрионе. Это тоже наша большая проблема, потому что мы не можем гарантировать пациентам стопроцентную гарантию, что ребенок будет, например, здоров, то есть точность диагностики. Вот несколько примеров переноса эмбрионов с таким мозаицизмом. Мы видим здесь мозаицизм по 20-й хромосоме, здесь очень хорошо видно, здесь процентов 50. И сегментарный мозаицизм хромосомы 3. Мы видим, что здесь родился хороший, здоровый ребенок. Конечно, желательно все случаи фиксировать, наверное, следует сделать какую-то базу для того, чтобы потом сделать какой-то общий вывод и заключение, и принимать его внимание при консультировании таких пациентов. В данном случае у нас беременность не наступила, здесь процент мозаицизма где-то около 35-40%. Здесь у нас случилась неудивающаяся беременность, хотя кажется, что процент мозаицизма не такой большой, тем не менее это имело место. И здесь у нас была Анна Бриония, мне этот случай тоже отдельно вынесла, потому что, смотрите, здесь есть вроде как бы небольшой процент мозаицизма по хромосоме Х, но в данном случае мальчики. И когда мы консультируем пациентов, вот была такая ситуация, вот здесь, правда, женский пол, когда пациенты задают вопрос, Жанна Ивановна, а был у вас случай такой, что был мозаицизм по Х-хромосоме. Конечно, имеет значение пол эмбриона, но тем не менее, как бы обязательно пациенты должны быть все предупреждены. Основной вопрос тоже сложный, достаточно у пациентов с хромосомными транслокациями в кариотипе. Когда мы имеем дело с транслокациями, когда вовлечены маленькие участки хромосом, то на самом деле часто мы имеем графики, когда несбалансированные транслокации выглядят тоже в виде мозаицизма, из-за того, что вот этот участок транслокации, он достаточно маленький. И в данном случае мы, это кровь рожденной девочки, папа-носитель транслокации был, мы знали, что это несбалансированный вариант в кариотипе у данной девочки. Если бы мы не знали, а просто делали преимуционно-генетическое тестирование, то у нас могли возникнуть вопросы, если бы график был немножко шумный, то действительно ли это несбалансированный вариант, либо это действительно просто мозаицизм, который мы часто видим, когда проводим ПГТ. Конечно, безусловно, играет большое значение платформа, на которой проводится преимуционно-генетическое тестирование. Имеет значение прочтение количества ридов. Чем больше ридов мы можем просчитать и увидеть, тем более точнее мы можем сказать, есть там генетическая патология, либо нет. Особенно у пациентов с транслокациями. Когда мы смотрим кровь больного ребенка, в данном случае у нас здесь был по 12-й хромосоме, дупликация, тоже достаточно маленький участок, ребенок рожденный, кариотип норма. То есть глазами этой патологии не видно. Когда мы просекунировали, мы тоже как бы видим здесь вот такой вот пик, достаточно маленький. Тем не менее, ребенок родился больной, вот здесь фенотип представлен, все это в книге описано и подтверждено. Но проблема в том, что мы точно такие же графики получаем, когда мы исследуем эмбрионы, проводим плюмционно-генетическое тестирование. Я конкретно вот эти случаи обсуждала с профессорами из Бельгии, спрашивала их мнение, что они делают в таких случаях, когда они видят вот такие вот всплески. И профессор сказал мне так, он говорит, если перенесешь вот это, то получишь то, что было на предыдущем слайде. То есть они вот такие эмбрионы не переносят. То есть это вопрос, он как бы остается у нас, будет открытый. Я думаю, что это, конечно, нужно решать индивидуально. Мое личное мнение какого? Что обязательно консультация клинического генетика должна быть, тщательный сбор анамнеза у конкретной супружеской пары, особенности проведения программы ВРТ у конкретной супружеской пары, все учитывать, это и количество попыток, исход, качество эмбрионов, состояние эндометрии и так далее. И здесь зачастую работа генетика, она все-таки еще связана с тем, что идет связь с репродуктологом, который эту супружескую пару вел. Обязательно нужно учитывать профиль НГС. То есть чем более ромный профиль, тем, естественно, лучше и правильнее будет выдан результат анализа. И обязательно проведение пренатальной диагностики во втором триместре беременности. Именно второй триместр. Совсем недавно у нас вышла статья вместе с Алсу Фаритовной и ее коллегами по поводу анализа эмбрионов, у которых предварительно было проведено ПГТ и выявлены полные аноплоидии. Мы сделали повторную биопсию двух участков этих эмбрионов. Одна биопсия была сделана возле внутренней массы эмбриона, вторая с противоположной стороны. Почему решили сделать таким образом? Потому что есть работы, которые говорят, что если проводить биопсию эмбриона со стороны внутренней массы, якобы это может отражать более правильный сам генотип эмбриона. Выбрали интересный случай. Помимо обычных аноплодий, вот у нас была ситуация, мы взяли, я все не буду примеры приводить, взяли, где было 4 хромосомы номер 8, все это подтвердилось. Это предыдущее исследование первого. И вот два последующих. Все подтвердилось, то есть все как бы было точно проведено. Единственный случай из 24 образцов, 12 эмбрионов у нас не совпал. При трисомии 16-й хромосомы, эмбрион был мужского пола, рядом с внутренней массой очень четко выявился, обнаружился мазоицизм длинного плеча хромосомы 7. При этом трисомия хромосомы 16-й она осталась. А с противоположной стороны от внутренней массы у нас подтвердилась только трисомия 16-й хромосомы. Все остальные результаты показали полную конкурентность вне зависимости от исследуемого участка трофэктодермы, а также лаборатория, в которой мы проводили данное исследование. Я специально такой слайд поставила с 16-го года, когда только стали уже активно обращать внимание на мазоицизм для понимания, что с ним делать и с чем это связано. И если мы посмотрим на этот слайд и прочитаем, какие выводы были в 16-м году, то на сегодняшний день ничего не изменилось. Что да, действительно мозаичные эмбрионы могут давать рождение здорового потомства, что сегментарный мазоицизм, скорее всего, это биологический феномен, что эмбрионы с мозоицизмом можно переносить, но шансы на имплантацию и выкидыши при переносе таких эмбрионов, они тоже есть. Ну, собственно говоря, и все. Благодарю за внимание. Дальше у нас Светлана Вячеславовна, мне тяжело немножечко сегодня разговаривать, Светлана Вячеславовна будет представлять других докладчиков. Пишите ваши вопросы в чате. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. И дальше мы с вами перейдем к методу полимеральной цепной реакции. Несмотря на то, что на сегодняшний день этому методу уже практически 40 лет, он остается крайне актуальным и используется практически в каждой лаборатории генетики. И я представляю Веленеву Александру Александровну, врача лабораторного генетика, исполняющего обязанности заведующего лабораторией генотипирования Центра генетика. Она представит доклад «ПЦР. Многогранность метода и области применения». Добрый день. Я рада выступить на данной конференции. На данной школе большое спасибо за эту возможность. Сегодня в рамках моего доклада мы поговорим про ПЦР. С одной стороны, такого вроде простого метода, а с другой стороны, на самом деле, все не так просто, как кажется. Значит, для начала необходимо начать с того, что все методы генетического тестирования, как уже было сказано на предыдущем дня школы, можно условно, очень условно разделить на три основные группы. Это молекулярно-генетические методы, молекулярно-цитогенетические методы и просто цитогенетические методы. К молекулярно-генетическим методам относятся методы высокопроизводительного секвенирования, МЛПА, причем как качественный, так и количественный анализ секвенирования по Сенгеру, различные методы генотипирования. К молекулярно-цитогенетическим методам относятся методы хромосомного микроматричного анализа, фигурористентная ин-ситу гибридизация и количественные МЛПА. И к цитогенетическим методам относятся стандартные цитогенетические исследования. Напомню, что это очень условное разделение методов, так вот основа всех молекулярно-генетических методов это полимеразная цепная реакция. И основная ее задача это наработать большое количество фрагментов ДНК, определенного участка ДНК. Нашу ДНК на самом деле можно сравнить с таким большим стогом сена, в котором если мы будем пытаться изучить какой-то отдельный кусочек, то у нас ничего не получится. И вот как раз метод ПЦР это тот метод, который поможет нам найти ту иголку в стоге сена и в дальнейшем каким-либо образом ее проанализировать. Для того, чтобы ПЦР состоялась и мы смогли ее провести, нам необходимо смешать несколько компонентов. Основным компонентом, конечно, служит эта матрица, без нее ничего не получится, это тот самый стог сена. И в качестве матрицы может выступать любая нуклеиновая кислота. Это может быть ДНК, РНК, это может быть КДНК. Дальше в ПЦРную смесь добавляются праймеры. Праймерами называются искусственно синтезированные олигонуклеотиды, которые комплементарно противоположны цепям анализируемого участка. И, в общем-то, это не простые олигонуклеотиды, они служат специфической затравкой для синтеза второй цепи ДНК. Но как синтезировать вторую цепь ДНК без генетического алфавита, так сказать? Для этого служат специальные буквы, которые называются Д-дезоксинуклеотид-3-фосфат. Это своеобразный строительный материал для синтеза второй цепи, анализируемого участка. Но если все эти реагенты поместить просто в воду, то ПЦР не пойдет, потому что у нас не будет поддержан оптимальный ПАЖ и ионная сила раствора, и для этого используются специфические ПЦР буфер. Зачастую эти ПЦР буферы содержат также магния, которая является кофактором полимераза. Либо они могут не содержать этот магний, тогда в компоненты ПЦР смеси вводится отдельно магний. И, соответственно, одним из самых главных компонентов ПЦР реакции является полимераза. Полимераза – это фермент, который обеспечивает достраивание три штрих-конца второй цепи по принципу комплементарности. ПЦР имеет определенную стадийность. На первой стадии температура реакционной смеси повышается до довольно высоких температур. Порядка 98-92 градусов. Это зависит от полимераза. И под действием этой температуры двухцепочечные нити ДНК расходятся и превращаются в одноцепочечные. На эти одноцепочечные молекулы ДНК при понижении температуры отжигаются праймеры, которые присоединяются к изучаемому фрагменту ДНК по свойству комплементарности. После температура немного повышается, порядка до 72 градусов. Это тоже обусловлено интервалом действия активности полимераза. В течение этого периода происходит достраивание второй цепи ДНК полимераза в направлении 5-3-3. Когда мы говорим про виды ПЦР, на самом деле их очень много. Это слайд с видами ПЦР, которые пришли в голову сиюминутно, грубо говоря, при подготовке данной конференции. Но их больше. И выбор метода ПЦР-реакции, он, конечно, носит немного творческий характер в зависимости от определенной ситуации и в зависимости от того, какой результат мы хотим получить. В рамках сегодняшней школы мы с вами поговорим только об отдельных методах ПЦР, которые в основном используются в клинической лабораторной генетике. Первый из них это метод ПЦР-ПДРФ или ПЦР, основанный на полиморфизме длин рестрикционных фрагментов. Данный метод основан на использовании специфических ферментов. Эти ферменты называются нуклеазы рестрикции. И это ферменты, которые узнают специфические последовательности нашей ДНК. И в месте узнавания вносят разрывы. Соответственно, на первом этапе данного подхода проводится стандартная обычная ПЦР-реакция. И дальше в зависимости, которая содержит интересующий нас локус, который мы хотим изучить. И дальше на данный локус мы подбираем рестриктазы, которые режут либо нормальные, либо мутантные ареи. И проводя дальше электрофорез, мы можем изучить длину изучаемых рестрикционных фрагментов и соотнести их с генотипом изучаемого фрагмента ДНК. На рисунке здесь представлен случай, когда наработали ПЦР-фрагмент и, допустим, подобрали рестриктазу, когда режется мутантный аллель. Таким образом, дальше мутантный аллель будет разрезаться и на форезе мы будем видеть от него, от разрезанного продукта, два бенда. Сейчас мы более подробно рассмотрим это на примере. На примере использования метода ПЦР-ПДРФ в рамках прямой ДНК-диагностики патогенных вариантов в процессе проведения ПГТМ. Значит, в клинику обратилась семья, где мама является носителем патогенного варианта в гене ОТС. Этот ген расположен на X-хромосоме, и у них в семейной истории был плод, унаследовавший данный вариант в геми-зиготной форме. И для того, чтобы детектировать данный вариант, была разработана специфическая тест-система на основе ПЦР-ПДРФ. Она была разработана таким образом, что было использовано две рестриктазы. Одна из этих рестриктаз, она резала нормальный аллей, но не резала мутацию. А вторая рестриктаза, наоборот, она резала мутацию, но не резала норму. Соответственно, на электрофориграмме вы можете видеть, что первая дорожка у нас соответствует носителю. Дальше у нас будет идти образец с нормами, дальше геми-зигота. Рассмотрим первую картинку с использованием полимераза, которая режет норму, но не режет мутацию. На последней дорожке представлен фрагмент ПЦР до рестрикции, служащий своеобразным контролем. Значит, у носителя у нас есть нормальный и мутантный аллель. Так вот, нормальный аллель данной полимеразой будет разрезаться, и на форезе мы будем видеть от него два бенда. А мутантный аллель не будет резаться, и он будет соответствовать непорезанному продукту. Таким образом, у носителя мы будем детектировать три бенда. У нормы имеется только нормальный аллель, поэтому эта х-хромосома у нас здоров, соответственно, папа. Там одна х-хромосома, и она с нормальным аллелем будет резаться, и мы на форезе будем видеть два бенда. Плод с заболеванием содержит, соответственно, только геми-зиготу. Вот, и он не содержит норму, поэтому там нет участка посадки для рестриктазы, и мы будем видеть картину непорезанного фрагмента. Такая же аналогия, но обратная, будет наблюдаться при использовании второй рестриктазы. Следующий метод, который часто используется, это ПЦР-ПДАФ, или ПЦР, основанный на полиморфизме длин амплификационных фрагментов. Его суть заключается в том, что если нормальные мутантные аллели, они каким-то образом отличаются по длине, то их можно амплифицировать одной парой праймеров, и потом в зависимости от разницы длины разделить продукты по длине электрофорезом. Это может быть полиакриламидный гель, это может быть огороза, это может быть капиллярный электрофорез. И данный метод, он используется на самом деле и как для прямой ДНК-диагностики, и для косвенной ДНК-диагностики. Прямая ДНК-диагностика с использованием метода ПЦР-ПДАФ заключается в диагностике болезней экспансии и небольших инсерций и деленций. А косвенная ДНК-диагностика – это тестирование тех самых СТР-маркеров, по которым проводится гоплотипирование семьи в тех же самых кейсах ПГТМ. Вот таким образом выглядят результаты ПЦР-ПДАФ на примере тестирования частных патогенных вариантов при детекции с использованием капиллярного электрофореза. На данной картинке вы можете видеть детекцию частного патогенного варианта в гене CFTR. Дилеция 21 килобазы, данный аллель соответствует нормальному аллелю, данный, вот этот вот аллель соответствует дилеции. Здесь пример диагностики частой тоже мутации в гене CFTR, дилеции фенилланина в 508 положении, аллель с нормой и аллель с дилецией. И дилеция частого варианта в гене GGB2, дилеция гуанина в 35 положении. Аллель с нормой, аллель с дилецией. Соответственно, здесь мы видим образец, представленный гетерозюгодой по данному патогенному варианту, а здесь образец с нормой. Также очень часто этот метод используется для детекции болезней и экспансии. И одна из представляющих собой интерес по диагностике, это определение количества CGG-повторов при диагностике синдрома ломко-экс-хромосомы или при диагностике синдрома преждевременного истощения яичников. Значит, каково устройство данной тест-системы? Помимо того, что здесь используется подкод PCR-DAV, тут еще используется так называемая триплетная PCR. Это тот случай, когда два метода PCR-а соединяются в один для того, чтобы добиться наилучшего результата. Подбирается система из праймеров. Один из них является прямым праймером, второй – очень хитрый праймер, который сконструирован таким образом, что одна его часть комплементарна CGG-повтором, которыми обогащен ген ФМР. А вторая часть представлена свободно мутыляющимся в пространстве хвостом. И на эту свободную часть посажен так называемый обратный праймер, который мечен флуоресцентной меткой. Таким образом, при использовании триплетного подхода мы получаем набор меченых фрагментов, которые можно анализировать капиллярным электрофорезом. Вот такие результаты получаются на капиллярном секвенаторе. На верхней картинке вы можете видеть результат мальчика с синдромом ломка X-хромосомы, у которого было обнаружено количество повторов больше 200. По рекомендациям от производителей наборов для детекции и по литературным данным, если длина повтора больше 200, то рекомендуется не высчитывать точную длину повторов, потому что чем больше повтор, тем больше ошибок полимераза вносит в синтезирование этих повторов. И уже при количестве повторов больше 200, ну просто нет смысла определять количество повторов, мы просто констатируем так, что количество повторов больше 200. На нижнем рисунке вы можете видеть результаты гетерозиготной носительницы патогенного варианта. Один аллель представлен аллелью с нормой, другой аллель представлен аллелью с полной мутацией. Также интересно, что данная система подобрана таким образом, что мы можем подсчитывать количество АГГ-повторов. АГГ-повторы – это некоторые такие вставки, которые прерывают СГГ-повтор, и они придают устойчивость ДНК и снижают риск экспансии в последующих поколениях. И вот этот вот праймер СГГ специфичный, про который мы с вами говорили, со свободным отыляющимся хвостом, он не гибридизуется с последовательностями АГГ. Поэтому на профиле мы видим некоторые провалы интенсивности, которые, собственно говоря, вот они провалы интенсивности, которые, в общем-то, и соответствуют АГГ-повторам. И такие АГГ-повторы, в общем-то, можно их посчитать. Следующий тип ПЦР – это ПЦР в реальном времени. Основная особенность – это детекция накопления продуктов амплификации непосредственно во время проведения реакции без последующего электрофореза. Для этой цели используют флуоресцентные агенты, свечение с которых можно детектировать в каждом цикле. Что за такие флуоресцентные агенты? Это либо интеркалилирующие красители, либо специальным образом сконструированные ДНК-зонды. К интеркалилирующим красителям, например, относится CyberGreen, и это соединения, которые увеличивают свою способность к флуоресценции, когда встраивается в двухцепочечную ДНК. То есть по мере проведения ПЦР у нас накапливается двухцепочечный фрагмент из рисующего нас участка, и, соответственно, растет уровень флуоресценции. И второе – это ДНК-зонды. Это специальные конструкции, которые содержат флуоресцентную метку и гаситель. При этом, когда гаситель находится рядом с флуоресцентной меткой, он подавляет флуоресценцию, а в ходе ПЦР они разобщаются и, соответственно, происходит свечение. ПЦР в реальном времени может осуществляться в двух режимах. Это в рамках количественного анализа и в рамках качественного анализа. Количественный анализ используется для подтверждения и определения разных CNV. А качественный анализ используется для подтверждения и определения однонуклеативных вариантов и коротких инсерций деленций. Для того, чтобы понимать, в чем отличие этих двух вариантов ПЦР, необходимо вспомнить, что у реакции ПЦР есть несколько фаз. Это экспоненциальная фаза, линейная фаза и плата. При проведении качественного анализа данные снимаются с конкретного цикла. Чаще всего, когда реакция выходит на плату. То есть у нас проведена ПЦР в реальном времени, и когда данная реакция завершена, то прибор считывает результат только с этапа плата. При количественном анализе данные снимаются с экспоненциальной фазой. И кинетика накопления продуктов амплификации такова, что чем больше матрицы, тем раньше уровень флуоресценции достигнет некоторого порогового уровня. И сравнивая полученные значения, то есть полученные циклы, на которых вышла реакция на определенный порог, можно определить начальную концентрацию образца и определить количество КОВИ. Теперь пару примеров. Значит, качественный анализ. Для тестирования частых патогенных вариантов чаще используются тагмон-зонды, на 5 штрих, в конце которого сидит, как я уже сказала, флуоресцентная метка, а на 3 штрих сидит гаситель. И для детекции одного и того же варианта используется одна пара праймеров. Одна пара праймеров и два аллель-специфичных тагмон-зонда на образец с нормой и на аллель с мутацией. После проведения ПЦР прибор снимает показания по конечной точке и формирует особые кластеры. В данном случае флуоресцентная метка FAM положена на аллель с нормой. Значит, у нас весь вот этот кластер будет соответствовать образцам, которые по тестируемой мутации имеют нормальный генотип. Если у нас наш прибор для данного образца задетектировал противоположную флуоресцентную метку, в данном случае HEX, то это будет говорить о том, что у данного образца вариант присутствует в гомозьгодной форме. Если свечение зарегистрировано по обоим каналам, то при считывании прибор присваивает данным образцам, грубо говоря, некоторое промежуточное значение. Он выстраивает уровень флуоресценции по оси Х, по оси У и формирует их в кластер так называемых гетерозигод. Но такой подход позволяет детектировать один вариант в большом количестве образцов. А чтобы детектировать много вариантов в большом количестве образцов, используются специальные микрочипы, тоже на основе тагмонзондов. Значит, такой подход чиповый, он позволяет проводить единовременно большое количество ПЦР-реакций. В одни лунки закапываются, соответственно, образцы, в другие лунки закапываются тест-системы, и в самом чипе существует целая, знаете, как муравейник, целая система каналов, по которым данные компоненты ПЦР-смеси и образцы загружаются в микрореакторы, которые располагаются вот на таком чипе. И здесь происходит уже, соответственно, множество ПЦР-реакций. После проведения ПЦР на чипе используется сканер для считывания результата флуоресценции, и после обработки данных программа также формирует кластеры, которые позволяют оценить генотип по исследуемым точкам. Пример использования ПЦР в реальном времени в качестве количественного анализа. В данном случае по результатам полноэнзомного тестирования у пробанда были получены данные в пользу наличия дилеции хромосомы-2, которая затрагивает участки гена NPHP1. И с использованием количественного анализа проведен анализ сегрегации в семье данного варианта. Причем в полноэнзомном секвенировании, при полноэнзомном секвенировании не было сказано, какой зиготности, гомозиготный, гетеро-зиготный этот вариант, а копийность не была указана. Таким образом, ПЦР в реальном времени с использованием количественного анализа позволяет установить копийность изменения. Как вы можете видеть, для образца 2, это тот самый наш пробант, по 1, 12 и 20 зону данного гена обнаружена дилеция в гомозиготной форме. Образцы 1 и 3 соответствуют родителям пробанда, и образец 4 – это, соответственно, неродственный контроль, у которого количество копий гена равно 2. И определение количества копий осуществлялось методом относительного количественного анализа с нормализацией, это важно и на референсный образец, и на референсный ген. Еще одним распространенным методом ПЦР является количественная флуоресцентная ПЦР. Этот метод часто используется в пренатальной диагностике и как метод преимплантационного тестирования на частые хромосомные неуплоидии. Метод основан на амплификации, детекции и анализе коротких тандемных повторов СТР-маркеров, которые располагаются на изучаемых хромосомах. СТР-маркеры – это своеобразные полиморфные участки ДНК, которые представлены D или 3 нуклеотидными повторами, и при этом длина одного СТР-маркера может различаться у разных людей. Для амплификации используются специфические праймеры, один из которых – очень флуоресцентной меткой, и по количеству и соотношению высоты пиков производится оценка числа копий изучаемого участка. Например, если мы с вами говорим о трисомии, то в случае трисомии мы будем видеть либо три пика разные по длине, либо два пика, которые будут разные по интенсивности. Один из них будет в два раза больше, чем другой. И основное ограничение данного метода – это что существует риск, что все изучаемые СТР-маркеры по данной хромосоме будут представлены одним пиком. В таком случае сложно точно сказать, имеем ли мы дело с моносомией или с гомозиготным вариантом СТР, даже если мы говорим в контексте трисомии. Но для того, чтобы преодолеть это ограничение, все же на одной хромосоме специально используют несколько СТР-маркеров, чтобы точно не ошибиться. Следующий метод, распространенный, который мы немножко затронем, это автоматическое секвенирование по Сенгеру. Значит, первым этапом автоматического секвенирования по Сенгеру является стандартная ПЦР. Это получение того фрагмента, который мы хотим дальше проанализировать. Следующий этап – это секвенирование с использованием метода терминации цепи. В чем заключается данный метод? Данный метод заключается в том, что помимо обычных ДНТП, то есть дезоксинуклеотид-трифосфатов, в реакцию добавляются мечные дидезоксинуклеотид-трифосфаты. У них отсутствует гидроксильная группа, в отличие от дезоксинуклеотидов, которая препятствует присоединению последующего нуклеотида. И дидин-ТП конкурирует с ДНТП за связывание растущей цепи. Если, соответственно, присоединяется дидезоксинуклеотид, то синтез цепи останавливается, и присоединения дальше не происходит. Если присоединяется ДНТП, то синтез продолжается до следующего включенного дидезоксинуклеотида. Таким образом формируются полумеченных участков разной длины, которые соответствуют каждой последующей букве в цепи. Их можно разделить методом капиллярного электрофореза, детектировать и таким образом построить последовательность изучаемого фрагмента. Здесь вы можете видеть примеры и области, где используется автоматическое секвенирование по Сенгеру. Во-первых, это подтверждение варианта, а в некоторых случаях даже изюгодность варианта. Второе, это определение сегрегации варианта в семье. Самая частая причина использования секвенирования по Сенгеру. Третье, это секвенирование в зонах и интронах областей гена для поиска мутаций. Здесь вы видите участок хроматограммы в ядерной семье. Пробанд ребенок с наследственным заболеванием имеет выявлен вариант в гетерозюгодной форме. На хроматограмме это представлено в виде пика в пике такого локального. Соответственно, в данной позиции у родителей не выявлено ничего. Данный вариант выявлен ДНОВА. Немножечко про MLPA. MLPA, это мультиплексная амплификация обусловленное легирование. Может осуществляться также в двух видах. В виде качественного анализа и количественного анализа. В рамках качественного анализа используются при детекции вариантов нуклеотидной последовательности коротких инсерций и дилеций. Зачастую детекция данных изменений происходит при разделении в полиакриламидном геле. В рамках количественного анализа метод MLPA позволяет определять количество копий определенного участка. И здесь разделение, соответственно, происходит пиков на капиллярном секвенаторе. В чем принцип метода? Принцип метода заключается в том, что в одной пробирке возможно произвести анализ большого количества зондов, соответственно, различной длины. Это связано с тем, что каждый MLPA-зонд состоит из двух частей, грубо говоря, левой и правой. И они сконструированы очень хитрым образом. Каждый зонд имеет область комплементарную последовательности, куда ему отжигаться. Потом имеет места посадки для двух праймеров и специфическую вставку, которая позволит эти фрагменты различить на капиллярном секвенаторе. Соответственно, если вот эти зонды, левые и правые, отжигаясь на определенный участок ДНК, полностью ему комплементарный, то легирование происходит. И дальше с вот этих легированных продуктов, с использованием одной пары праймеров, можно получить ПЦР-продукт. Если в данном регионе присутствует какая-то либо замена, делиция или инсерция, то легирование не происходит. И таким образом можно MLPA-м детектировать частые патогенные варианты, осуществляя качественный анализ. Соответственно, области применения метода MLPA, это первое, это что приходит на ум всем, когда все слышат про MLPA, это диагностика спинальной мышечной атрофии и определение статуса гетерозигодного носительства. Также MLPA используется при детекции микродилюционных, микродупликационных синдромов, детекции и дупликации отдельных экзоногенов, детекции анеоплэидей, определение статуса метилирования. Значит, небольшой пример. Использование метода MLPA для диагностики СМА. Значит, амплифицированные одной парой праймеров, продукты MLPA-реакции детектируются на капиллярном электрофорезе. Как уже было сказано ранее, это становится возможным за счет того, что один из праймеров мечен нафлюоресцентной меткой. И на верхнем рисунке вы можете видеть картинку, которая характерна для красными стрелками. Первые две красные стрелки соответствуют седьмому-восьмому экзону гена СМН-1, вторые две красные стрелки соответствуют седьмому-восьмому экзону гена СМН-2. На первом графике можно видеть по интенсивности, что здесь мы имеем две копии седьмого-восьмого экзона гена СМН-1, и тут по одной копии седьмого-восьмого экзона гена СМН-2. Здесь у нас носитель, здесь одна копия СМН-1 и две копии СМН-2, и здесь у нас больной, у которого ноль копий СМН-1 и по две копии СМН-2. Но, как вы видите, глазами такое очень трудно анализировать, еще пойди найди вот эти пики, которые соответствуют СМН-1 и СМН-2. Поэтому используются специальные программы для установления количества копий каждого участка. Относительно количественного анализа, он осуществляется относительно количества копий референсных участков ДНК, которые в геноме точно две, и относительно референсного образца, у которого количество копий интереса не изменено. Вот в данном случае это графическое изображение тех результатов, которые были представлены на предыдущем слайде. На данных картинках нас интересуют только вот эти вот две области. Первая область соответствует 7-8 зону гена СМН-1, вторая область соответствует 7-8 зону гена СМН-2. Все остальные зоны как раз служат в качестве референсных участков ДНК, которых в геноме точно две копии. Таким образом, на данной картинке мы видим результаты больного спинальной мышечной атрофии. у него ноль копий 7-8 зона гена СМН-1 и, соответственно, две копии 7-8 зона гена СМН-2. С правой представлен результат нормы. И последний слайд. Тоже очень важные методы, которые используются, и про которые необоснованно забывают, к сожалению, это метилчувствительная и метилспецифичная ПЦР. Данные методы очень часто используются для определения метилирования в рамках диагностики болезни импритинга. В чем заключается суть метилчувствительной ПЦР? Метилчувствительная ПЦР основана на том, что часть рестриктаз является чувствительным к метилированию. И если в сайте узнавания рестриктаза есть 5-метилцитазин, то есть произошло метилирование, то данная аллель будет защищена от действия рестриктазы и гидролиз этого аллеля происходить не будет. Если у нас данный изучаемый участок не защищен метильными группами, то есть он не метилирован, то такой участок не защищен от действия рестриктаз и будет метилчувствительных рестриктаз и будет происходить гидролиз такого аллеля. Таким образом, с метилированного аллеля аллеля, мы можем получить ПЦР-продукт, а с ней метилированного не можем получить ПЦР-продукт. Метилспецифичная ПЦР немножко сложнее. Она основана на использовании на первом этапе бессульфидной конверсии. Бессульфидная конверсия заключается в том, что на метилированных аллелях под действием бессульфита натрия не будет происходить конверсии цитозина в урацил. А в неметилированных аллелях будет происходить бессульфитная конверсия цитозина в урацил. И используя специфические праймеры на измененный и неизмененный участок можно дифференцировать метилированный и неметилированный аллель. Соответственно, при последующей уже амплификации ДНК в ходе ПЦР урацил заменяется на тимин, а опять метилцитозин на цитозин. И вот в качестве такого примера, чтобы это просто были не голословные слова, метилспецифичная ПЦР часто используется для диагностики синдрома Ангельмана и синдрома Прадера-Вилли, для определения именно того аллеля, который у нас, грубо говоря, остался. Значит, в регионе дифференциального метилирования синдрома Ангельмана и синдрома Прадера-Вилли, мамина хромосома, она метилирована, и в ней не происходит изменения нуклеотидной последовательности при бессульфидной обработке. А отцовская, не метилированная. И подбирая на данную область специфические праймеры таким образом, чтобы они отличались еще по длине, мы можем отличить отцовскую и материнскую хромосому. Вот в норме мы должны видеть паттерн метилирования и с материнской, и с отцовской хромосомы. Если мы получаем ПЦР-продукт только с материнского аллеля, это соответствует синдрому Прадера-Вилли. А если только с отцовского аллеля, то это соответствует синдрому Ангельмана. Ну, коллеги, я прошу прощения, что я чуть-чуть задержалась, не чуть-чуть, вот. Но это прям галопом по Европам. ПЦР очень объемная тема, ее, конечно, за 15 минут охватить очень-очень сложно. Поэтому спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Александра Александровна, спасибо большое. Вы нам показали, что за тремя буквами ПЦР скрывается целый мир. Вопросы у нас будут после всех докладов. И сейчас мы с этим методом ПЦР не прощаемся. Мы с вами встречаемся в рамках Российской Ассоциации репродуктивной медицины. И одним из направлений серьезных в нашей деятельности – это преимпрофессионное генетическое тестирование, ну, например, на моногенные заболевания. И самый современный метод сегодня – это же, конечно, НЖС, да? И нам кажется, почему бы этот метод, самый современный, наверное, самый лучший, не использовать в наших исследованиях. Вот Алексей Николаевич Якимов, кандидат медицинских наук, руководитель группы преимпрофессионных генетических технологий научного центра акушерства, гинекологии и перинетологии имени Академика Кулакова, расскажет про применение полимератной цепной реакции ПГТМ. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, слышно, Алексей Николаевич. Спасибо большое. Спасибо, что мы хотели бы в данном мероприятии. Очень приятно здесь выступать перед вами. И отдельно хочу поблагодарить предыдущего докладчика Александру. Она очень упростила мне задачу и рассказала очень большую, но очень интересную презентацию, которая как раз и раскрывает все основы полимератной цепной реакции. Мне осталось только вишенку на горку друзей в данной теме. Большое спасибо. Поэтому мой доклад не займет много времени. Итак, преимпулационное генетическое тестирование на моногенные заболевания. Раньше мы знали его как преимпулационная генетическая диагностика, но сейчас практически полностью от данного термина отказались, хотя иногда по старой привычке иногда им пользуемся. Тем не менее, стараемся всегда использовать новую номенклатуру. Преимпулационное генетическое тестирование на моногенные заболевания, если мы говорим про ПГТМ или ранее ПГД, преимпулационная генетическая диагностика, и тестирование на анеоплоиде, если мы говорим про ПГС, раньше преимпулационный генетический скрининг. Также сейчас используется термин ПГТ-СП, тестирование на структурные перестройки. Он относится к парам у одного из которых есть транслокации. Но это мы касаться не будем, и ПГТ-А касаться не будем, и ПГТ-СП касаться не будем, а немного поговорим про ПГТМ. Итак, ПГТМ – это диагностика заболеваний генетических у эмбриона человека перед имплантацией эксклюзистой оболочки матки, то есть до начала беременности. И проводится, как правило, при наличии в ананезе ребенка с генетическим заболеванием. Предварительно требуется медико-генетическое консультирование, выявление молекулярных механизмов заболевания, генетических маркеров болезни, обследование родителей, в ряде случаев бабушек, дедушек, тетей, ну и так далее. Все зависит от данной конкретной клинической ситуации. Хочу сделать акцент на том, что эта задача не лабораторная. Это задача тех врачей и генетиков, с которыми мы вместе сотрудничаем. Поэтому, когда мы говорим про ПГТМ, тестирование на моногенные заболевания, это очень комплексная работа, которая зависит как от лабораторий, так и непосредственно от врачей-генетиков, консультирующих данных пациентов. Моногенные заболевания – это заболевания, причиной которых является изменение в одном гене во всех клетках организма. Известно более 10 тысяч моногенных заболеваний, и каждый человек, как известно, является носителем в среднем около трех патогенных мутаций. Но наличие у каждого из нас в среднем трех патогенных мутаций никого из нас отпугать не должно, потому что эти мутации, как правило, находятся, скажем так, в спящем состоянии, то есть где-то разигот. Еще из школьного курса мы помним, что если мы говорим про рецессивные заболевания, то для того, чтобы развилось то или иное клиническое проявление данной болезни, необходимо две мутации, которые одну мы получаем, как правило, от мамы и другую от папы. Но это не всегда так, и мы сегодня тоже немножечко об этом поговорим, но подробно, опять-таки, останавливаться не буду, это тема отдельной совершенно большой, огромной лекции. Заболевания бывают аутосомно-рецессивные, то есть заболевания, связанные с генами, которые находятся в одной из, скажем так, цифровых хромосом, если вам будет проще понимать, это хромосомы, которые обозначаются цифрами от единицы до 22. Это самые известные из них, и очень частые, это муковисцидоз, санкционевральная тугоухость, обусловленные именно этими заболеваниями, потому что бывают и разные другие причины. Аутосомно-доминантные заболевания, то есть это заболевания, которые, для развития которых достаточно одной мутации, не двух, как при рецессивных, а именно одной. Такие заболевания бывают, либо передаются по наследству от отца и матери, и их клинические проявления могут манифестировать достаточно поздно, и в этом их коварство. То есть отец или мать могут передать свою мутацию будущему ребенку, даже не зная о том, что они на самом деле больны. Также зачастую такие заболевания возникают при мутациях ДНОВА, то есть они не унаследуются от отца или матери, а возникают в ходе эмбрионального развития или чаще гометогенеза. И таким образом у отца и у матери нет таких мутаций, но они могут быть у их ребенка совершенно случайны, от этого не застрахован практически никто. Также иксцепленные заболевания, все мы прекрасно знаем такие заболевания, как миодистрофия Дюшена, иксцепленный, иктиоз, что угодно. Их очень много, но тем не менее нужно понимать, что там отдельная история, почему их отдельно классифицируют, потому что данные заболевания, их клинические проявления и развитие заболевания связаны именно с полом ребенка. Наиболее частые заболевания, но я про некоторые из них уже говорил, это вот в мире самое известное заболевание – это полосемия, также серповидно-клеточная анемия, гемофилия, мукоэсцидоз, болезнь ТС-акс, седром ломкой хромосомы, о которой сегодня уже говорили, болезнь Геттингтона или хорея Геттингтона, спинальная мышечная атрофия, которую сегодня тоже затрагивали, и многие-многие другие, как я уже сказал, их более 10 тысяч, но для общего развития я эти более часто указал. Итак, по ГТМ мы проводим двумя большими и важными подходами, не способами, не методами, а именно подходами. Это подходы, которые являются прямыми и непрямыми. Прямые подходы служат для того, чтобы мы обнаружили непосредственно саму причину поломки, то есть мутацию. Каким образом это будет делаться с помощью одного или другого, или третьего метода, неважно. Сейчас давайте просто принципиально поймем, что прямая диагностика – это диагностика непосредственно самой поломки, самой мутации. Как это можно сделать? Это можно сделать как с помощью ПЦР, и сегодня была блестящая, повторюсь, лекция, вы могли сами понять, сколько разных методов ПЦР, сколько разновидностей ПЦР бывает, с помощью которых мы можем найти ту или иную мутацию, которая приводит к развитию заболевания. Можно это сделать сначала с помощью ПЦР, получить продукты амплификации, дальше их отсекренировать и получить непосредственную информацию о той самой буковке, которая не должна быть этой буковкой, а должна быть другой, то есть об этой мутации. И другим большим подходом для диагностики, для тестирования моногенных заболеваний является непрямой подход, непрямая диагностика. Когда мы проверяем не наличие той или иной мутации, а мы проверяем от отца или от мамы, унаследован данный фрагмент хромосомы, в котором содержится поломка. И я скоро вам объясню, почему это очень важно. Не только саму мутацию найти, но и посмотреть, какая конкретно хромосома, какой фрагмент хромосомы именно от мамы или от папы попал в данную эмбриону и насколько это связано с развитием тех или иных клинических проявлений. Итак, прямые методы, как я уже только что сказал, это могут быть ПЦР и секвенирование. И вы сегодня опять-таки уже видели эти картинки, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу лишь, что детекция продуктов реакции в огородном геле, она также, как сегодня говорили, может происходить по-разному. Это может быть обычная качественная реакция, это может быть реакция с последующей обработкой рестриктазами и так далее. Но суть в том, что мы ставим ПЦР и по наличию того или иного профиля, по наличию или отсутствию продуктов фонтификации мы делаем вывод о том, есть эта мутация в данном месте или нету, и о том, какая она. Если это такая особенная ПЦР, которая не просто говорит о том, есть или нет, но еще может дать информацию о том, что это за мутация. Также это может быть ПЦР с детекцией продуктов реакции в режиме реального времени или реал-тайм ПЦР. Опять-таки сегодня об этом говорили. Мы можем использовать те или иные праймеры, можем использовать те или иные зонды для того, чтобы получить информацию о наличии мутации у эмбриончика, если мы говорим про ПГТМ, и у одного или у обоих из родителей. Вот картинка, которая говорит о том, какую мы видим информацию у себя на экране компьютеров после секренирования и как ее интерпретируем. То есть мы по этим красивым разноцветным пикам можем сделать вывод о том, что у эмбриончика и у родителей в данном месте, в данном гене есть та или иная мутация, то есть замена той или иной буквы. Например, здесь мы видим, видите, два пика вместе. Это значит, что на каждой хромосоме разные буквы под заменой нам говорит о наличии мутации. Также мы видим то же самое здесь. Два пика, которые один на другой накладываются. И все было бы хорошо и здорово. И в принципе нам бы ПЦР и секренса достаточно было бы для того, чтобы сделать вывод о том, является или не является данным генеоносителем или еще того, как уже в будущем у него разовьется болезнь. Если бы не одно «но». Дело в том, что мы говорим о том, что мы полностью доверяем тем результатам, которые мы получаем после ПЦР или секренса. Так вот, это действительно так, когда мы говорим про диагностику у взрослых, у детей, про пренатальную диагностику, когда у нас достаточное количество биологического материала, таких как форсин и хорианы или амметическая жидкость. И мы абсолютно не можем быть в этом уверены, тогда, когда мы говорим про диагностику у эмбрионов. То есть ту диагностику, когда у нас на старте очень маленькое количество биоматериала. Это или один бластомер, если мы говорим про эмбрионы третьих суток развития, либо чаще всего это трофэктодермы, если мы говорим про бластоцист. То есть мы говорим о том, что мы работаем с очень маленьким количеством материала. К чему это может приводить? Это может приводить к тому, что из-за недостатка стартового материала амплификация ПЦР на разных хромосомах идет с разной эффективностью. Ну представьте себе, что одна из этих молекул ДНК или фрагмент этой молекулы ДНК куда-то залип на крышке пробирки или там на стенке. Их очень мало. Их штуки. Их можно посчитать. Их 3, 5, 6 молекул на всю пробирку. Представляете, да? Поэтому вероятность того, что эффективность амплификации с разных молекул ДНК будет разной, она достаточно высока и не нулевая. То есть практически по мировым данным и которые подтверждаются также в нашей лаборатории, порядка 10% случаев при амплификации маленького количества ДНК они как раз связаны с разной эффективностью тех или иных цепей ДНК, то есть с выпадением аллели. Итак, в гомозиготном состоянии, если мутация находится, то есть она находится, есть и на этой хромосоме, и на этой, то мы прекрасно понимаем, что если речь идет о рецессивном заболевании, то такой эмбрион к переносу мы рекомендовать не будем. Ну, у него будет развиваться это заболевание. Если мы видим, что у эмбриончика мутация только на одной из хромосом, а на другой ее нет, то есть вот здесь вот здоровый, скажем так, аллели, то такой эмбрион мы к переносу рекомендовать будем. Мы укажем о том, что он является носителем, но к переносу мы будем его рекомендовать, проблем здесь тоже никаких нет. И тем более, если мы говорим про такой эмбрион, эмбрион без мутации, у которого на каждой из хромосом мутации нет, тем более мы такой эмбрион будем рекомендовать к переносу. Однако давайте представим себе такую ситуацию, когда мы с одной из хромосом правильного результата не смогли получить. То есть сработала только одна из цепей ДНК. То есть это те возможные варианты, о которых я сейчас говорил, что вот здесь вот мы видим две мутации, то есть в результате данный эмбрион к переносу не рекомендован, мы видим здесь одну мутацию, эмбрион к переносу рекомендован, здесь мутации нету, и он также рекомендован к переносу. И представим себе, что мы не получили информацию по одной из этих хромосом. К чему это может привести? Верхний случай. Мы не получили информацию здесь. Мы знаем, вот по предыдущему слайду, мы знаем, что здесь у нас больной аллей, битый, сломанный, плохой. Это не страшно в данном конкретном случае, такое эмбриону все равно бы не рекомендовали к переносу. Да, мы получим тут сигнал красный, плохой. Мы все равно бы к переносу не рекомендовали. Представим себе вот эту ситуацию, что вот этот не сработал, посмотрим на предыдущем слайде, да, он зелененький. Это тоже в данном случае не страшно. Такой эмбрион к переносу мы рекомендовать будем. Ну, потому что мы будем думать, не зная о том, что там произошло выпадение аллили, что там два нормальных аллили. Не страшно. Хуже ситуация обстоит здесь. Обратите внимание, вот здесь вот у нас не сработал, вот этот зелененький аллиль, хороший. И мы будем думать, что это плохой эмбрион, больной эмбрион, у которого якобы две мутации. А это не так. То есть мы такой эмбрион рекомендовать к переносу не будем, а его можно было бы рекомендовать. Мы снижаем таким образом шансы данной семьи на рождение ребенка. Ну и в этом случае будет рекомендован к переносу. То есть понимаем, что если мы говорим про аутосомно-рецессивные заболевания, то аллель-дропаут, выпадение аллеля в данной конкретной ситуации может привести к тому, что хорошие эмбрионы годные к переносу, мы не будем рекомендовать к переносу. Гораздо хуже ситуация, ну, это тоже ситуация плохая, естественно, но гораздо хуже ситуация бывает, когда мы говорим про аутосомно-доминантные заболевания. Или там заболевания, например, сцепленные с хромосомой. Там, я сейчас покажу, ошибки при подобном анализе могут привести к тому, что мы не то, чтобы не будем рекомендовать переносы хороших эмбрионов, а наоборот, мы можем порекомендовать переносы эмбрионов, у которых может разбиться заболевание генетическое, что является еще более трагической ситуацией. Бывают заболевания, когда мутация находится не в одном месте, не то, что не заболевание, прошу прощения, заболевание может быть любое. Я имею в виду, что причина заболевания, когда мутация находится в компаундах гетерозиготом состоянии, то есть они находятся на разных участках, допустим, одного и того же гена. И в этой ситуации тоже могут быть проблемы из-за выпадения аллелей. Посмотрите сами, для того, чтобы у нас была правильная информация, правильная интерпретация о будущем данного эмбриона, нам нужно получить правильную и исчерпывающую информацию уже не по одной точке, а уже сразу по двум точкам. И выпадение аллелей может быть в каждой из них. Одна мутация Эмбрион рекомендована к переносу, одна мутация Эмбриона рекомендована к переносу, обратите внимание, но на другой уже находится, в другой точке. Но без мутации, естественно, такой эмбрион, тем более мы будем рекомендовать к переносу. А вот когда у нас находятся две мутации, то тогда такой эмбрион к переносу не рекомендуется. Возможные варианты, что мы здесь рекомендуем к переносу подобный эмбрион, хотя у него есть две мутации. Видите, что у нас выпадение аллеля всего лишь в одной точке происходит и такой эмбрион, у которого разовьется заболевание, мы будем рекомендовать к переносу. То же самое выпадение аллеля по другой точке в том же случае говорит нам о том, что мы можем этот эмбрион рекомендовать к переносу, хотя он больной. И хотя из-за данного эмбриончика разовьется потом больной ребенок. Итак, основной причиной трудности проведения ПГТМ является незначительное количество биоматериала для анализа. И к этому надо относиться нормально. Мы это знаем и мы знаем, как с этим бороться. То есть бояться этого не надо. Просто нужно это понимать, что ПГТМ это не просто тестирование на те или иные мутации. Это не то же самое, что тестирование взрослых или детей, как я уже сказал, при натальной тестировании. Это все гораздо более простые вещи. Тестирование на моногенные заболевания при имплутационной оно сложнее. Почему? Потому что мы должны учитывать то, что при прямом подходе мы можем ошибиться. Мы можем выдать неправильный результат. Поэтому при имплутационной и генетической тестировании на моногенные заболевания сложнее и дольше, чем обычные другие виды генетической диагностики. И это связано с тем, что мы работаем с маленьким количеством стартовой ДНК. Все нормально? А, я думаю, у меня закончилось уже. Итак, какие непрямые методы диагностики мы используем в нашей работе? Это СТР-анализ и СНП-гоплатипирование. Немного про СТР-анализ. Вы сегодня уже, опять-таки, слышали из предыдущей лекции. Я напомню о том, что он заключается в ПЦР-амплификации участков ДНК, который содержит так называемые тандемные повторы. Это могут быть динуклеотиды, тринуклеотиды. Чем больше букв в этом повторе, тем он более красиво на электрофорограмме получается. Его легче интерпретировать, но тем не менее. Но, к сожалению, мы пользуемся тем, что в данной конкретной клинической ситуации мы можем себе позволить. Потому что наша задача подобрать эти СТР-маркеры не просто, чтобы они соответствовали данной хромозоме, что было бы достаточно просто. Но мы сделали бы набор этих маркеров, которые можно было бы использовать всегда. Однако нет. Давайте не забывать о том, что у человека есть такое замечательное биологическое явление, которое называется крессинг-овер. И это биологическое явление очень сильно нам мешает нашей диагностике, потому что хромосомы у ребенка и у эмбриона перед тем, как он станет у ребенка. Они не полностью соответствуют таковым, какие есть у папы и у мамы. Потому что папины и мамины хромосомы при гометогенезе, они перекрещиваются, обмениваются гомологичными участками. И в результате это является одним из механизмов нашей видовой изменчивости. И является одной из проблем, с которыми мы можем тоже столкнуться. В результате для того, чтобы получить правильную информацию о том, какой участок, содержащий мутацию или не содержащий мутацию, передался данному эмбриону, мы должны подобрать такие стер-маркеры, которые находятся как можно ближе к этой самой точке. Мы не можем взять стер-маркеры, находящиеся на концах этой хромосомы, потому что это будет неинформативно, из-за крысинговера. А вот если мы понимаем, что эти маркеры находятся рядышком с этой точкой, ну, рядышком в наших молекулярных масштабах, то да, и зная о том, что мы таких маркеров отобрали, набрали достаточно много, 10-12 штук, в каждую из сторон от этой мутации, то да, мы можем быть уверены в том, что мы действительно правильно поняли и правильно проинтерпретировали, какая хромосома досталась именно данному эмбриону. Вернее, даже так, не то, какая хромосома, а какой участок этой хромосомы, содержащий или не содержащий мутацию, достался данному эмбриону. И таким образом уже можно делать выводы. Ну, здесь несколько слайдов, которые из нашей клинической практики. Вот обратите внимание, вот это профиль мамы, это профиль папы, это профиль больного ребенка. Что можно сделать, какой можно сделать вывод? Мы прекрасно понимаем, что, зная нозологию, зная о том, что это аутосомно-рексивное заболевание, мы прекрасно понимаем, что и мама, и папа, и это подтверждено молекулярно-генетическими методами, являются носителями патологических мутаций. Так вот, по этой картине мы знаем о том, что у ребенка есть две хромосомы, и на каждой из них находится мутация. У мамы и у папы, соответственно, эти же хромосомы, которые находятся здесь, на этой линейке, на этой высоте, они несут мутацию. А вот эти хромосомы мутацию не несут. Проанализировав соответствующие эмбрионы, мы понимаем, что вот этот эмбрион, мы к переносу рекомендовать будем. Почему? Потому что у него одна хромосома, мы понимаем, несет мутацию, а другая хромосома мутацию не несет. Также он является таким же носителем, как мама, или таким же носителем, как папа. Что касается этого эмбриона, то здесь две ситуации, которые нужно подтверждать или исключать. Одна из этих ситуаций – это то, что у него здесь две хромосомы, и обе с нарушениями. И вторая ситуация, что здесь произошло выпадение аллеля. То есть у нас сработала только эта хромосома, а вот та, которая должна была быть здесь, такая же, как у этой же эмбриона, она не сработала. То есть для того, чтобы нам убедиться в одном из этих двух исходов, мы должны провести дополнительные исследования. Либо сравнить это с результатами прямой диагностики, а по секрету скажу, что сравнив с результатами прямой диагностики, которые мы проводим, как правило, в начале эксперимента, мы знаем о том, что у этого эмбриончика действительно две мутации. То есть это не выпадение аллеля, а тут действительно одна хромосома с другой полностью соответствует по своей длине. Те же самые эмбрионы, те же самые родители, просто другие маркеры, они немножко по-другому выглядят, но принцип тот же самый. Здесь папа и мама, больной ребенок, эмбрион-носитель и эмбрион, у которого нет выпадения аллеля, у которого действительно есть две мутации, которые здесь. Проведя вот такое исследование и посмотрев на результаты, сначала прямой диагностики и после косвенной из термаркеров, мы уже можем точно сказать о том, какие из этих эмбрионов являются носителями, какие из этих эмбрионов к переносу не рекомендованы и у каких мутаций нет вовсе. Это уже абсолютно достоверные результаты. В данной ситуации она осложняется тем, что если раньше мы говорили про аутосомно-рецептинное заболевание, то это аутосомно-доминантное заболевание и носительницей мутации, которая приводит к клиническим проявлениям, к заболеваниям, является мама. И у мамы вот эта мутация, хромосома с мутацией, имеет вот такой размер данного СТР-фрагмента. Каким образом это выясняется? Мы же вначале не можем сказать о том, какая из хромосомы мамы несет мутацию, как у нее нет. Они же в проверке смешанности. Это достигается тем, что мы проводим прямую диагностику как у мамы, папы, так и у всех тех эмбрионов, которые у нас есть. Хорошо, если их много, этих эмбрионов 5, 6, 10. Но, к сожалению, сами знаете, как правило, их гораздо меньше, но тем не менее, да, если девушка достаточно молода, то у нее, как правило, бывает много эмбрионов, и среди них есть эмбрионы, у которых мы с помощью метода прямой диагностики можем найти эту самую мутацию. Если мы ее нашли, то, зная ее СТР-профиль и сравнив его с СТР-профилем мамы и папы, мы прекрасно уже отдаем себе отчет, а какая именно хромосома родителей является, скажем так, плохой, а какая хорошая. То есть идет ситуация от обратного. Мы сначала проверяем эмбрионы и только потом можем понять, какая из этих хромосомы родителей является здоровой или больной. Такая ситуация случается и тогда, когда у родителей не доминантные заболевания, а рецессивные, но отсутствует биологический материал уже давно погибшего ребенка, и мы не можем ни с чем сравнивать. И тогда приходится, подключая прямую диагностику, экстраполируя эти данные назад, уже определять, какие из этих хромосом у родителей несут те или иные заболевания. Но опять-таки все это действительно возможно. Что касается другого метода, который позволяет нам провести исследование наследования тех или иных хромосом, тех или иных фрагментов хромосом, то этот метод называется СНП-гопотипирование. Его коммерческое название вы наверняка все многие слышали. Это кориомэппинг. Но кориомэппинг, это, как я уже сказал, коммерческие названия, а общие методы, которые позволяют проводить такое исследование, называется СНП-гопотипирование. Мы тоже используем его в своей практике. В отличие от метода СТР-анализа, который требует для грамотного и правильного выполнения проведения значительной подготовительной работы, эта подготовительная работа заключается в подборе СТР-маркеров, синтезе техпраймеров, отработке условий амплификации, постановке тестовых запусков, проверке полученных результатов. То есть это достаточно рутинная, длительная работа. Такое СНП-гопотипирование позволяет от всего этого избавиться. Очень просто делается. То есть мы просто берем эту ДНК, наносим ее на чип и все. А дальше в дело включаются специальные алгоритмы, которые нам позволяют провести исследование и разделить, какие мутации принадлежат каким фрагментам хромосомы и уже оценить, как они наследуются от родителей больному ребенку и к исследуемым эмбрионам. Суть метода заключается в том, что проводится гопотипирование. То есть весь геном, который есть у человека, анализируется с помощью биологических чипов. И вот вы видите здесь, на этой картинке, есть генотипы маленького кусочка ДНК мамы, папы и больного ребенка. Зная эту информацию, такие буквы, какой текст закодирован в этом самом фрагменте, мы можем сделать достоверный вывод о том, как эти самые буковки расположены на самих хромосомах у папы и у мамы. Смотрите, как это делается, достаточно просто. Зная о том, что у больного ребенка две буквы А, мы понимаем, что одна из них от папы, другая от мамы. Но мы знаем генотип мамы и знаем генотип папы. Поэтому мы понимаем, что у мамы вот эта буква А связана с хромосомой, которая ассоциирована с данной мутацией, а буква Т нет. И так далее. Каждый следующий шаг нашего анализа нам позволяет получать вот эту информацию. И таким образом мы получаем информацию обо всем геноме. Мы получаем информацию обо всех хромосомах больного ребенка, папы и мамы. И зная, какой участок этой хромосомы нас интересует, то есть мы же понимаем, что, допустим, если мы говорим про муковисцидос, если мы говорим про наследование в гене ЦФТР, то мы знаем, на какой хромосоме находится и в каком месте этой хромосомы находится этот ген. Таким образом, мы прекрасно понимаем, какой фрагмент из хромосомы от папы или от мамы перешел данному больному ребенку и эмбриону. Таким образом, делаем вывод о том, стоит или не стоит его переносить. То есть вот, исследуя в дальнейшем, после проведения анализа мамы, папы и ребенка этих эмбрионов, мы можем сделать вывод о том, что данный эмбриончик является носителем, той самой хромосомы, которая ему досталась от мамы и содержит мутацию, а данный эмбрион номер два, он даже носителем не является и он, так сказать, содержит два фрагмента, которых ни одной из этих мутаций нет. То есть все достаточно просто. И было бы прям вообще шикарно, если бы не одно, но этот метод дороже, чем тестер-анализ, потому что для его проведения нужно провести гоплотифирование как минимум для мамы, папы и ребенка, если мы говорим про вот эту семью, и плюс еще каждого из исследуемых эмбрионов, что значительно, при большом числе особенно эмбрионов, значительно может быть дороже, чем тестер-анализ. Но зато быстрее, потому что не нужно разрабатывать новую диагностику. С другой стороны, если мы говорим про какую-то нозологию, с которой мы достаточно часто работаем, ну опять-таки, допустим, сенсионевральную, нейросенсорную тугоухость или тот же самый муковисцидоз, то да, у нас набор этих маркеров достаточно велик, и мы можем это применять и использовать достаточно быстро. Поэтому у каждого из этих подходов есть свои плюсы и свои минусы. У меня есть еще слайды, но боюсь, что мое время уже подходит к концу, не хотел бы вас сильно загружать. Хотел бы сказать следующее, какие пациенты к нам обращаются, как правило, если есть ребенок с генетическим заболеванием, идеально, когда обследован ребенок, родители и есть направлении на ПГД. Но идеальные ситуации бывают редко. Очень частая ситуация, когда есть ребенок с генетическим заболеванием, он обследован, родители обследованы, но направлений на ПГД нет. Ничего. Хуже, когда есть ребенок с генетическим заболеванием, обследован ребенок, но родители не обследованы. И есть направление на пренатальную диагностику. Почему хуже? Потому что родители даже зачастую и не знают о том, что возможны такие технологии, наши преимуционные генетические тестирования моногенных заболеваний, которые позволили бы им без всякой пренатальной диагностики и без злоупотребления прерывания беременности получить долгожданного здорового ребенка. Очень частые ситуации, когда есть ребенок с генетическим, со знаком вопроса, заболеванием, то есть все говорят, ну это же генетика. Тут однозначно. Другая крайность, когда приходят и говорят, вот у нас есть ребенок, у него генетика, сделайте нам ПГД. Начинаешь смотреть, изучать информацию, оказывается о том, что у него генетическое заболевание нигде не сказано, то есть он не обследован, его нужно сначала обследовать. После того, как он обследован, для того, чтобы понять структуру и характер наследования этой мутации, нужно обследовать родителей. То есть это целая история, к которой необходимо пойти. К сожалению, такое тоже встречается. Но, по крайней мере, хорошо то, что уже многие из пациентов, наших будущих пациентов знают о том, что в принципе такое возможно и действительно, да, почему бы и нет. Также такие пациенты обращаются, у которых есть больные родственники, которые хотели бы минимизировать риски рождения больного ребенка. Здесь в большинстве случаев достаточно простого обследования их и достаточно убедиться, что этой мутации у них нет. Или если они есть и являются носителями, то нет соответствующей мутации партнера и риск рождения больного ребенка минимальный. Ну и есть уже все чаще и чаще появляются такие пациенты, у которых больных родственников нету, но тем не менее они читали что-то, смотрели в интернете, на ютубе, по телевизору и хотят максимально сделать все для рождения здорового ребенка. То есть в рамках преконцепционного стрима. Тоже очень интересная тема, но мы про нее можем как-нибудь поговорить совершенно отдельно. Сложности при проведении ПГД, как понятно и из предыдущих наших лекций, так и из моих сегодняшних, это и этические аспекты, и правовые аспекты, возраст обратившихся, к сожалению, что бывает так, что к нам обращаются пациенты, которые потратили всю свою молодость и здоровье на выхаживание больного ребенка, и потом, когда у них такая еще возможность появляется самим сбеременеть, они уже этого не могут, потому что у них просто эмбрионов кумает мало, и это тоже большая проблема. Ну и, конечно, к сожалению, высокая стоимость как программы ЭКО, так и ПГД, потому что я уже стоял при подходе с СМКИ, будто теперь у меня это еще дороже, но при подходе с СТР-анализом дешевле, но тоже для кого-то может быть достаточно дорого, особенно если в семье находится ребенок с генетическим заболеванием. Так что, благодарю вас, спасибо за внимание, всего самого доброго, слушаю ваши вопросы. Спасибо большое за интересный доклад. Единственное, что я хотела бы дополнить, наверное, все-таки, что преимпционно-генетическое тестирование до конца никогда не сможет заменить пренатальную диагностику, опять в силу тех особенностей, которые были освещены у нас в докладе. Поэтому все пациенты, которым была проведена ПГТ на моногенные заболевания, они в обязательном порядке должны пройти все-таки пренатальную, последующую пренатальную диагностику. Я бы сделал небольшую ремарку. Им обязательно должно быть рекомендовано проведение данного исследования, но не то, чтобы они обязательно должны его пройти. Ну да, это понятно, что пациент может отказаться, но просто зачастую врачи-репродуктологи почему-то так боятся потерять эту беременность, что в большинстве случаев они говорят, что у нас не было такой ситуации, что после ПГТМ рождались больные дети. То, что на самом деле я такие случаи знаю, они как бы единичные, но тем не менее, конечно, им рекомендовать это нужно. И у нас остался еще один доклад, это Вяковна Истана Вячеславовна, заведующая отделением лаборатории генетики клиники NGC и преподаватель кафедры университета имени Сеченкова. Она нам расскажет про мозаицизм разными методами. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз о мозаицизме шел, очень много говорили и в первый день, и сегодня уже упоминали. И я, по большому счету, просто суммирую все, что сказано уже. Позвольте вам напомнить, что многоклеточный организм, в структуре которого присутствуют генетически разнородные популяции клеток, произошедшие из общей зиготы, называется мозаиком. И мозаицизм может у нас существовать как в соматических клетках, так и в клетках зародышевой линии. Хромосомный мозаицизм, он у нас может быть генерализованный, то есть присутствовать во всем организме. И в данном случае мы тогда будем говорить о межклеточном мозаицизме. А он может быть ограниченный тканевой. Если мы говорим про пренатальный период развития, то это ограниченный хорион-плацентой. А если мы говорим про постнатальный, то это соматический гонатный мозаицизм. Хромосомный мозаицизм на разных стадиях развития человека, и мы об этом сегодня поговорим на доимплутационной стадии развития, в пренатальный период, в постнатальный период. Ну и методы, которые мы с вами затронем, о которых уже сегодня и в прошлый раз говорилось, это цитогенетический метод или классическое креотипирование, молекулярно-цитогенетический или метод хлороцертной гибридизации, хромосомно-микроматричный, ну и секвенирование нового поколения. Ну и давайте начнем с доэволюционной стадии развития человека. И это преимплюдационное генетическое тестирование на АНЕОПЛИДИ, то, что раньше было ПГС, преимплюдационный генетический скрининг. И здесь у нас четко две, скажем так, стадии развития этой методики. ПГТА версии 1.0, это эмбрионы третьего дня развития и плюроцертная гибридизация МСИТУ, ну и далее это ПГТА-2 версия 2.0, современные методы РСИГ и ЧилиНЧС. И материалом у нас является, мы делаем диагностику на эмбрионах пятого-шестого дня развития. До 2013 года стандартом был ПГС и анализ хромосомного статуса у эмбрионов третьего дня развития. На этой стадии у нас эмбрион состоит в идеале из восьми гластомеров. И производилась биопсия одного гластомера, и дальше уже он исследовался. Надо сказать, что мозаицизм у донвокационных эмбрионов – это распространенное явление. И если мы говорим про эмбрионы третьего дня развития, то по разным данным от 15 до 90% эмбрионов третьего дня развития мозаики. И, конечно, когда мы исследуем с вами одну клетку, но это такое понятие, как мозаицизм, у нас остается за рамками нашего исследования. На эмбрионах третьего дня развития метод, который используется, метод исследования лабораторный – это ФИШ. И одновременно мы с вами можем исследовать 5, 7 или 9 хромосомы. Посмотрите, пожалуйста, донвокационных эмбрионов. Мозаицизм может быть по любой абсолютно хромосоме, по любой из 23 пар хромосом. Если мы с вами исследуем метод ФИШ, то это у нас, как правило, хромосомы 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 и половые. Все остальное у нас остается за рамками нашего исследования. После 2013 года изменилась полностью методика преимплюдационного генетического тестирования на хромосомную патологию. Во-первых, в качестве материала у нас уже клетки трофектодермы. Это эмбрионы 5-6 дня развития. И здесь уже мы знаем, что доля мозаичных эмбрионов значительно снижается. И это 5-15% бластоцист у нас являются мозаиками. И мы с вами исследуем уже не одну клетку, как на эмбрионах третьего дня развития, а 5-10 в норме. И, естественно, здесь уже у нас появляется возможность анализа мозаицизма. И изменился метод обследования. Метод исследования – это метод RACGH, сравнительно геномная гипотизация на микрочипах, либо же секвенирование нового поколения. И здесь, конечно, принципиальное отличие, потому что мы с вами смотрим детекцию, мы можем увидеть хромосомную патологию по всем 23 парам хромосом, включая мозаичные варианты. А также можем исследовать с вами структурные перестройки хромосом также в мозаичном варианте. Так в чем же отличие этих двух методов? Это наши данные, когда мы вводили в практику метод NGS, и мы верифицировали патологию на одном и том же образце, который прежде, перед этим был проанализирован методом RACGH. Смотрите, пожалуйста, мозаичные варианты по хромосомам номер 2 и номер 8 RACGH мы бы не увидели. Используя метод NGS, мы четко видим мозаичный статус эмбриона по хромосомам 2 и 8. То есть метод NGS, он более чувствителен для выявления мозаицизма. Он выявляет мозаицизм даже низкоуровневый, от 20%. То есть если в среднем мы с вами берем на биопсию 5-6 клеток, то если одна клетка содержит иной хромосомный набор, мы это уже увидим. Если мы с вами говорим про метод RACGH, то чувствительность для выявления мозаицизма более низкая, и мы видим мозаику только если это больше 30-40% в образце. И еще раз, если мы говорим про детекцию мозаицизма на доимплотационной стадии развития, то метод ПЦР мы его в принципе не брали, метод ФИШ не позволяет нам это сделать. Из-за методики ПГТА, если мы говорим про современные методы, то метод NGS на сегодняшний день самый чувствительный метод для выявления мозаицизма ПГТА. И здесь, конечно, мы с вами не должны забывать никогда, что мы говорим про хромосомный статус, конечно же, и про мозаицизм только тех клетках, которые мы исследовали. Ну, во-первых, это всего лишь 5-10 клеток, во-вторых, это трофэктодерма, и о том, какой у нас хромосомный статус внутренней клеточной массы, мы с вами судить не можем. По данным, по современным, порядка 50% эмбрионов, у которых при ПГТА выявлен хромосомный мозаицизм, он не подтверждается во внутренней клеточной массе. Мозаицизмы в пренатальном и постнотальном периоде. Посмотрите, пожалуйста, хромосомные синдромы, которые тяжелые, либо снижают значительное качество жизни, либо, в принципе, летальные, встречаются как в полном варианте, так и достаточно в приличном проценте случаев в мозаичном варианте. Почему нам важно выяснить полная форма какой-то трисомии, либо структурной перестройки, либо же это мозаичный вариант? Ну, конечно же, это для прогноза и для дальнейшего клинического прогноза. И здесь мы с вами ничего придумывать не будем, а воспользуемся регламентом выявления подтверждения пренатального и постнотального мозаицизма, который описан в практических рекомендациях по обеспечению качества и надежности цитогенетических исследований. Эти рекомендации вышли в 2019 году. И в авторах все ведущие, уважаемые цитогенетики. И давайте, что? Позвольте, я начну с постнотального исследования, только потом перейду к пренатальному. Какой же алгоритм выявления подтверждения в постнотального мозаицизма? Ну, конечно, первое исследование, исследование первой линии, это у нас классическое кариотипирование. И для конститутивного анализа в большинстве случаев должно быть просмотрено 11 метафазных пластинок. Если мы там видим норму 46х, 46х, и посмотрели 11 метафаз, все в порядке. То есть мы выписываем в данном случае норму. Если же мы при анализе этих 11 метафаз видим метафазную пластинку с иной хромосомной конституцией, то тогда число проанализированных метафазных пластинок у нас должно быть увеличено. И не просто до какого-то числа, то есть у нас все прописано. Для того, чтобы исключить мозаицизм и клональность, мы должны с вами посмотреть не менее 30 метафазных пластинок. Для того, чтобы исключить с вероятностью 95% мозаицизм, 10% мозаицизм. Для дальнейших наших клинических прогнозов этого достаточно. И здесь мы, конечно, не должны забывать, что мы должны с вами очень четко отличать мозаицизм и псевдомозаицизм. Если мы с вами увидели одну пластинку всего лишь, одну метафазную пластинку с иной хромосомной конституцией, то это у нас, конечно же, еще не мозаицизм. По опыту очень часто бывает, что, допустим, возьмем половые хромосомы. Если мы видим 45Х, выявили одну метафазную пластинку, допустим, на 11 и 46ХХ в 10, то в данном случае мы должны с вами продолжить наше исследование. А достаточно часто бывает, что на этом исследование заканчивается. В лучшем случае пишется, что рекомендовано дальнейшее исследование для исключения либо подтверждения мозаицизма. А в лучшем случае это дальше переходит так, что выписывают мозаичный вариант синдрома Шерешевского-Тернера, а потом уже количество метафазных обследованных пластинок не... Это уже где-то теряется, и просто пациент у нас уходит уже просто с диагнозом. Конечно, такого быть не должно. Что мы... Какое количество... Какое обследование... После какого обследования мы с вами говорим, что это именно мозаицизм. Здесь тоже мы обращаемся к регламенту, клиническим рекомендациям, и там написано, что клоном или клеточной линией считают наличие двух и более клеток с одинаковой трисами и полисами, и трех и более клеток с одинаковой моносами из двух и более независимых культур. То есть достаточно все строго, в то же время просто. Когда мы готовим препараты для цитогенетического обследования, первым этапом это идет культивирование в течение 72 часов. И, конечно, у нас могут быть какие-то культуральные артефакты. Вот, например, та же одна метафазная пластинка 45Х на 11... На остальные 10... 46ХХ. Это культуральный артефакт, который мы никуда не выносим. И мы с вами также желаем очень четко понимать, какой материал мы с вами исследуем. Если это у нас культивируемая ткань, лимфоцитная периферической крови, для корректирования, то процент мозаицизма, который мы начинаем считать за действительно мозаицизм и указываем в нашем направлении, это в районе 5%. Если же мы с вами исследуем не культивируемые клетки, например, бухального эпителия, то у нас доля и процент, который мы выписываем мозаицизм, он уже значительно меньше. Все это в цитогенетике использует. Но, конечно, мы с вами говорили сейчас о корректировании, но также читая практические рекомендации, мы с вами видим, что метод флюоресцентной гибридизации является наиболее подходящим методом для подтверждения мозаицизма при наличии соответствующих зондов. И минимальное количество интерфазных ядер, необходимых для выявления мозаицизма, больше 100 для каждого зонда. Помните, при корректировании количество просмотренных метафазных пластинок должно быть не менее 30. При использовании метода ФИШ это как минимум 100 интерфазных ядер. И, конечно же, здесь у нас выявление мозаицизма и процента мозаицизма будет более качественно и более точно. Что еще очень важно, что при использовании метода ФИШ мы можем анализировать не только межклеточный, но и межтканевой мозаицизм. Вот, например, очень часто используется, если в лимфоцетах периферической крови, например, берем тот же синдром Шерешевского-Тернера мозаичные варианты, синдром Планфильтра мозаичные варианты, этот процент мозаицизма в крови может быть один, а если мы применим метод ФИШ на клетках гукального эпителия, клетки другого эмбрионального происхождения, там соотношение нормального и аномального клона может быть совершенно другим, что также важно для клинических прогнозов. Ну и что также очень важно, возможность анализа не только соматического, но и ганатного мозаицизма. Метод ФИШ мы используем для анализа неоплоиди в сперватозоидах. Это, конечно же, актуально только для мужчин. Мозаицизм при натальном периоде. Здесь у нас также может быть общий мозаицизм, когда он присутствует и в клетках плода, и в клетках хориона плаценты. И что очень важно, что в отличие от доимплотационного периода развития, здесь мы можем с вами исследовать и анализировать как клетки провизорных органов, так и клетки самого плода. И общий или генерализованный мозаицизм – это 0,1% всех развивающихся беременностей и уже 10%. Если выявляется мозаицизм в провизорных органах в плаценте хорионе, то в 10% случаев мы также его выявим и у плода. Наиболее часто встречающийся это мозаицизм ограниченной плацентой. Это 2% развивающихся беременностей. И самый неприятный случай это мозаицизм плода, когда у нас клетки хориона плаценты десонны, нормальны, а клетки плода содержат аномальный набор хромосон. И это 0,5% всех развивающихся беременностей. Какие мы можем использовать методы и на каком материале? Для выявления хромосомной патологии, в том числе мозаицизма, мы можем с вами исследовать хориона плаценты, лимфоциты, пуповинные крови плода, клетки амниотической жидкости. А методы, ну все те, о чем мы уже с вами говорили. Это цитогенетический, это FISH, анализ, ну здесь уже есть и молекулярно-генетическая технология, хромосомный микроматричный анализ. Если мы с вами говорим про цитогенетику, ацитогенетика, это у нас лимфоциты пуповинные крови плода, да, это культивирование и дальше классическое кариотипирование. Также мы можем культивировать клетки амниотической жидкости, также и потом также смотреть хромосомный набор классическим методом. Хорион плацента, это у нас может быть также прямые препараты, когда мы не культивируемы наши клетки, это может быть краткосрочные и долгосрочные культуры. И так, еще раз повторюсь, если мы с вами используем хриотипирование, то у нас должно быть для исключения мозаицизма проанализировано не менее 30 метафазных пластинах. И здесь есть такая особенность. Когда мы с вами смотрим прямые препараты из ворсин хориона, то 30 метафазных пластинах мы с вами можем просто не набрать. Мы просто можем не увидеть столько делящихся клеток, из которых выделены хромосомы. И соответственно, если мы даже посмотрим с вам 10, 15, 20, для окончательного исключения хромосомного мозаицизма этого может не хватить. Ну и дальше у нас, о чем мы уже и говорили, терресентная гипотизация ин-ситу, этот метод нам здесь в помощь. НИПТИМОЗАИЦИЗМ Неинвазивное пренатальное тестирование сейчас все больше и больше набирает популярность. Можем ли мы увидеть мозаичные какие-то варианты при неинвазивном пренатальном тестировании? Что мы анализируем при этом тесте? Это фракции фетальной внеклеточной ДНК в крови беременных клетки цитотрофобласта и сенцитотрофобласта. То есть это те же провизорные органы, это тот же хорион. И здесь мы можем сказать с вами, что НИП имеет потенциал для выявления как ограниченного плацента и мозаицизма, так и общего или генерализованного. И вот посмотрите одни из последних данных. На огромном материале более 20 тысяч неинвазивных пренатальных тестов и фетоплацентарный мозаицизм был точно предсказан в 90% случаев. И посмотрите, какой интересный, как интересно, что при НИПТЕ мозаичные варианты синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патал были выявлены в большем проценте случаев, чем при классическом кариотипировании. Почему это может быть? Когда мы смотрим хромосомный набор парсинхориона, то это очень небольшая часть плаценты или хориона. У нас биопсия точечная. Мы исследуем именно эти клетки из именно этой точки плаценты. Когда мы проводим МИПТ, то мы смотрим общий пул всех клеток плаценты или хориона. И было предположено, что как раз для хромосомного мозаицизма метод МИПТ, он более репрезентативен. Но мы здесь должны понимать, что при интерпретации результатов анализа клеток варсинхориона важно помнить, что для определения типа межтканевого мозаицизма необходимо исследовать не только клетки экстрембриональных тканей, но и клетки плода. Обязательно. Если мы говорим про клетки плода, на каком материале мы можем проводить исследование? Ну, это лимфоциты пуповинной, конечно, пуповинной крови плода, и это классическое кариотипирование, либо же это клетки амниотической жидкости, которые представляют собой гидрогенную популяцию клеток, в числе которых клетки кожи плода, его дыхательные, пищеварительные, выделительные системы, а также клетки амниотической мембраны. И надо сказать, что сейчас в основном, конечно, во втором триместре беременности в основном проводят забор амниотической жидкости, и уже это является материалом для обследования. Амниотическую жидкость мы можем с вами также культивировать и смотреть сатогенетически, но сейчас уже все больше и больше приобретает популярность и становится анализом первой линии, основным анализом это хромосомный микроматричный анализ или молекулярное креотипирование. В прошлый день об этом уже рассказали, что это достаточно сложная молекулярная технология. Изначально проводится полногеномная модификация ДНК, а потом проводится одновременный анализ многих фрагментов ДНК на ДНК-ЧП. Но надо понимать, что хромосомный микроматричный анализ проводится не с целью выявления мозаицизма, у него совсем другие цели. Он позволяет выявить аналл-эди, трипл-эди, несбалансированные структурные перестройки, микродилеции, микродубликации. Он может увидеть потерю гетерозиготности, а это важно для выявления однородительской диссании. ХМА не предназначен для выявления низкоуровневого мозаицизма, но мы его можем засечь, если он у нас больше 30%. И важно еще сказать, что никакие анализы не могут однозначно исключить мозаицизм. И в случае выявления низкого уровня мозаицизма с неясной клинической значимостью до выдачи заключения результат следует обсудить с врачом, направившим на это исследование. На клинической ноте я позволю закончить в себе выступление. Спасибо. Уважаемые коллеги, видно, что школа пользуется большим, скажем, популярностью, и хочу сказать, что доклады были замечательные и очень объемные, поэтому у нас на вопросы, к сожалению, наверное, времени не остается. Елена Михайловна, у нас есть время какое-то на вопросы? Елена Михайловна, осталось какое-то время на вопросы? Вы меня слышите, Жанна Ивановна? Да, слышу сейчас. Да, можете. Можем, да? Значит, вопросы, те, которые поступили, я могу ответить о той работе, которую мы вместе с Алсой Фаритовной и ее коллегами проводили. Мы не сравнивали наши полученные результаты с внутриклеточной массой. Другие вопросы, какие-то есть у слушателей? Все, наверное, устали. Да, время много заняли. Ну, тогда я думаю, что тем не менее нашу школу можно считать состоявшейся и хочу отметить, насколько важно, какой метод мы выбираем для нашей диагностики. От этого зависит точность диагноза, которого мы можем поставить нашим пациентам. И от этого зависит, как мы можем правильно подобрать профилактические мероприятия для того, чтобы снизить риски рождения больных детей. Ну, тогда всем участникам спасибо огромное. Елена Михайловна, вам огромное спасибо за то, что у нас все гладко прошло. Спасибо вам за свидание. Спасибо, товарищи, коллеги, друзья. Спасибо. Да, спасибо. И слушателям тоже спасибо. До свидания всем. Коллеги, спасибо, было очень интересно. очень рада всех вас видеть. Я дико извиняюсь за свое состояние, но так случилось уже. Все, спасибо всем большое. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok